Нижегородские болельщики, которые пришли на арену Кырканогорной, помнят прошлые матчи Торпеда и Витязя. В этом сезоне команды уже дважды встречались в регулярном чемпионате КХЛ. И оба раза верх взяла нижегородская команда. В первом матче Торпеда дома выиграла 4-2, а во втором в гостях 3-4 по булитам. Болельщики автозаводцев гнали команду вперед. Хоккеисты Витязи со стартового свистка идут всеми силами в атаку. Вратарь автозаводцев Андрей Тихомиров стойко отбивает все удары. И все же на пятой минуте Евгению Монсу удается его пробить. Витязь выходит вперед 0-1. Во втором периоде похожая ситуация. Тоже на пятой минуте хоккеисты Витязя увеличивают разрыв. Якуб Ержабек пробивает уже Андреса Линдбека, который заменил Тихомирова. В столкновении с нападающим Витязя Андрей получил травму. После обследования тренерский штаб даст информацию о его состоянии. А дальше начинается голевая феерия от Торпеда. Сначала Сергей Зборовский с передачи Артема Аляева точным броском забивает первую шайбу и в матче, и в свою первую шайбу за Торпеда. А следом за ним дальним выстрелом сравнивает счет в матче Михаил Варнаков. Третья шайба залетает от Джордана Шрёдера. Делает счет крупным Дамир Жофяров. 4-2. Уже пятую шайбу ворота Витязя забивает Денис Баранцев. В третьем периоде игра немного подуспокоилась, и этим воспользовалась Торпеда. За шесть минут до конца игры Дамир Жофяров делает дубль и устанавливает окончательный счет. 6-2. Трибуна КРК «Нагорный» в восторге от игры нижегородских хоккеистов. Хоккейный клуб «Торпеда» одерживает вторую крупную победу подряд. В прошлом матче была обыграна Сибирь 6-2, и сейчас Витязь с тем же счетом. В последнее время много работаем на оборону. Конечно, еще надо работать, но довольны, что это результат, и довольны, что столько забиваем последние две игры. И самое главное сейчас восстановление, и готовимся на последнюю игру в домашнюю серию. Следующую игру хоккеисты Дэвида Немировский проведут против Минского «Динамо» 19 ноября. Этим матчем «Торпеда» завершит очередную домашнюю серию. Так что собираемся в КРК Нагорный в 19.30 и болеем за «Торпеда». Артемий Катков, Алексей Завылов. Время спортивных новостей.